Пользуясь доверчивостью россиян, волгоградцы придумали самые разнообразные причины и нарушения, чтобы заставить людей нервничать и искать выход из щекотливой ситуации. Сотрудниками отдела номер 5 управления уголовного розыска за совершение серии мошенничеств задержаны мужчины и женщины, жители города Волгограда, которые в период с декабря месяца 2019 года по настоящее время совершали мошенничество в отношении неопределенного круга граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации. Данные лица под предлогом перевода им денег безналичным расчетом для решения вопроса с мнимыми сотрудниками правоохранительных органов за совершенное ими якобы административное правонарушение просили потерпевших перечислить их денежные средства для оплаты данных штрафов. По версии оперативников, с декабря 2019 по апрель 2020 года двое подозреваемых, ранее неоднократно судимые за тяжкие преступления мужчина и его подруга, звонили на номера случайных абонентов, представлялись их родственниками либо знакомыми и рассказывали о бедах и различных преступлениях, которые срочно требуют вмешательства и решения вопроса с правоохранителями. Цена этого вопроса, конечно, деньги. Люди верили волгоградцам на слово, не требуя никаких подтверждений и переводили на счета обманщиков от 2 до 20 тысяч рублей. При этом среди потерпевших были представители абсолютно разных возрастных групп. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли банковские сим-карты, мобильные телефоны. Подозреваемые свою вину полностью признали. За что задержан? Кстати, 159. Ну, знаете, конкретно за что? Мошенничество. В чем он выражается? Вымагал деньги по телефону. Большие сумки? Нет. Сколько в пределах? В отношении вагоградцев возбуждено уголовное дело. Теперь паре грозит до пяти лет колонии каждому.